И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен все тем же замечательным ивентам, которые у нас были на выходных. Только теперь у нас уже новый, вернее, ну как новый, можно так сказать, непосредственно старый наш добрый, замечательный аккаунтик. Чпердейл, на котором я на замечательном выходном ивенте с вас по смакой решил также выполнить все заданки. Я настолько был вдохновлен данным замечательным режимом, что решил, что одного выполнения на одном аккаунте всех этих самых замечательных миссий будет мало. Аккаунт. Пришлось мне, наконец-таки, как в старые добрые времена, зайти на мульто. К сожалению, на этом ивенте я зашел только на Чпердейла, хотя можно было бы, наверное, выполнить и еще на каких-то аккаунтах. Ну и выполнить все эти замечательные задания. Давно я не играл на мультах вообще в принципе, не было, наверное, повода, не было какого-то дополнительного желания заходить на эти аккаунты и выполнять на них заданочки. Ну вот, наконец-таки, это время настало. Я залетел. Успешно, не совсем сложно и долго мне пришлось на все это дело как бы тратить времени. Получилось выполнить все замечательные заданки. Ну и, конечно же, сегодня после данного замечательного боя, который вы видите прямо сейчас на экране, мы, конечно же, также откроем контейнеры. Я уже за этот ивент, получается, поднял звонку. Теперь у меня уже генерал-майор, получается, две звездочки золотых на этом аккаунте. Ну и, понятное дело, что я думаю, что в ближайшее время этот аккаунт вы будете лицезреть в видеороликах. Тот самый замечательный шафт. Многие ребята меня просили, чтобы я там записывал видеоролики с шафтом. Но если что-то касается именно пушки шафт, то вы сами знаете, что, конечно же, я захожу на этот аккаунт, потому что это единственный аккаунт, на котором у меня шафт фуловый прокачен. Ну и, понятное дело, что если уж я играю исключительно на хорнета шафте, ни на каком другом любом вооружении, то этот режим, этот формат был идеален для того, чтобы выполнить все эти самые замечательные миссии. Потому что, по сути, если я имею одно, например, вооружение, не хочу набивать на любом другом, то здесь как бы и идут в зачет у вас очки, хоть вы как бы играете на вас по смоке, но идут в зачет очки на том вооружении, которое у вас непосредственно одето на данный период времени, когда вы заходите в бой на аккаунте. То есть, все эти очки как бы в совокупности пошли у меня именно на хорнета шафта. Я заформил довольно-таки неплохое количество кристаллов для данного аккаунта, при том раскладе, что на него в сумме там, ну, в данном, прям вообще мизер, мизер, прям мизер. И понятное дело, что на таких аккаунтах кристаллов всегда нужны для прокачки новых вооружений, при том раскладе, что у меня здесь имеется уже хорнета шафт МК-8, М4, кому как удобней. И здесь нужны новые замечательные резисты, о которых чуть попозже, я думаю, что поговорим. Я открою контейнеры, перейду уже к ним и вернусь к тому самому замечательному разговору, к которому я практически всегда записываю видеоролики на этом аккаунте возвращаюсь. Потому что многие ребята не знакомы с этим аккаунтом, не знают этот аккаунт. И для кого-то это что-то интересное. Для кого-то это старый, добрый, замечательный Чиппердейл, которого все-все всегда видели и все про него знают. Но для кого-то станет новостью, что у меня на каких-то там званиях есть хорошее вооружение на аккаунте. И ко всему прочему поделюсь своими какими-то определенными миссиями. В общем и целом, это уже второй аккаунт, на котором я прошел все эти самые замечательные миссии. И на котором откроем контейнеры. На основе мне не дропнуло ничего такого сверхъестественного. Там за исключением 10 коинбоксов в золотом свечении. Ну там одно еще устройство за 250 тысяч кристаллов. Ну в общем и целом, ничего сверх прям жестко крутого и интересного я не увидел. А что касаемо именно этого мульта, то здесь может быть что-нибудь и дропнет. В связи с тем, что все-таки уникальных всяких вооружений здесь намного меньше. Меньше всяких устройств выбитые. Поэтому шанс немножечко-немножечко больше что-то годное дропнуть. Проверим, повезет ли мне здесь. Вообще, с точки зрения открытий контейнеров, этот аккаунт является довольно-таки везучим. Ну и поэтому я буду надеяться на то, что мне с него здесь тоже что-нибудь хорошенькое упадет. Ну и понятное дело, что, как я уже сказал, видеоролики на основном аккаунте. Я буду ждать подобных замечательных ивентов еще и, возможно, выполню уже не на двух аккаунтах, как это произошло у нас на этом выходном ивенте. А, возможно, уже может на трех, может на четырех, кто его знает. Да, по сути, там не особо много времени надо было потратить, чтобы выполнить все эти задания на вас по смоке. Но определенно, определенно, я более чем уверен, что оно того стоило. И даже если я не особо хочу и горю желанием, чтобы этот аккаунт прокачивался по званию сверх жестко, сверх быстро. Но когда я не играю там на аккаунте 3 месяца, может даже больше. И после всяких таких определенных моментиков, когда я вижу подобного рода ивент, я просто-напросто не могу не зайти на этот аккаунт, не могу выполнить те миссии, которые реально мне нравится выполнять. Ну и, ко всему прочему, аккаунт позволяет сделать именно эти миссии, потому что он уникален своим вооружением. А здесь, как бы, вооружение никакого тебе не нужно иметь, тебе его сами, как бы, разработчики выдают под именно каточку, под такой определенный замечательный вентик. Ну и при том, за каждую катку здесь, как бы, можно было формить большое количество кристаллов. Если бы у меня еще, ко всему прочему, друзья, были бы премиум аккаунты, то я думаю, что я бы мог бы в совокупности формануть еще-еще больше. Поэтому, друзья, давайте забираем уже все самые замечательные призы за миссии. Тут я, как и на основном аккаунте, оставил все и не забирал, чтобы не пошли звезды на прошлый месяц. Хотя, в принципе, наверное, особой роли не играет. Нет, забирал бы я бы сегодня или вчера, потому что я все равно здесь челлендж на этом аккаунте не выполняю. Но, ну, что мне дропнуло, например, мне дропнуло за 5 леваков, мне дропнуло 2500 кристаллов и тут, как бы, ну, расходочки немножко, да, типа, ну, неплохо, в принципе. Притом расходишь, что я, как бы, просто забрал заданки, может, там еще что-нибудь, как-то там какие-нибудь заданочки дополнительные выполню и все, будет круто. Ну, и плюс, я думаю, что я буду на всех аккаунтах, я нашел, например, наконец-таки место, где запоминаются аккаунты, как это было у нас, например, на флэше, чтобы не надо было тебе по 20 тысяч миллиардов паролей вводить и много времени тратить. Я нашел возможность, где сохранение паролей работает и я думаю, что можно будет забирать с осколков контейнеры на постоянной основе на многих аккаунтах, а в дальнейшем, возможно, сделать какие-то крутые открытия контейнеров. Если вы, конечно, этого хотите, то можете по этому поводу написать в комментариях. Ну, и вообще, написать по поводу того, что вам дропало с ультраконтейнеров, с этого замечательного вента. По тактике буду открывать все так же самое, сначала открою единичку, если дропает белое, то открываю пятерку, если с пятерки дропает годно, то я сижу и радуюсь, и кайфую. Поэтому единичка, единичка, ой, 125 ддшек, поэтому пятерочка. Кристаллы здесь нужны, поэтому если дропает мне кристаллы, например, там в синем какое-то посвечение, будет вообще круто, но мне вообще ничего не дропает. Ну, вообще ничего не дропает, но я не расстраиваюсь, друзья, то есть я как бы привык, то что с этих ультраконтов никогда ничего не падает сверх крутого, поэтому, то есть, расстраиваться по этому поводу, говорить, что типа, ой, у меня там какая-то шляпа упала, ну, явно не стоит. То есть, это было сделано и выполнено не даже, может, ради ультра именно контейнеров, а ради того, чтобы, ну, ведь немножко прокачать аккаунт, да, чуть-чуть приподняться тут по званочке и проявить вообще какую-то активность на этом аккаунте. При том, раскладе, то, что было довольно-таки крутое вооружение и, ну, как бы, тематическое. И тематический ивент, можно так сказать, да, было на своей игре. Как-то так, друзья, ничего сверх крутого мне не дропнуло, дропнуло, по сути, даже еще хуже, чем мне упало на основе, на основе у меня золотое свечение упало, здесь никаких золотых свечений нету, к сожалению. Но, как я уже сказал, расстраиваться не стоит, будем копить контейнеры, будем стараться в дальнейшем что-то крутое здесь выбивать. Ну, и что касаемо самого аккаунтика, для всех тех ребят, которым интересно, что же у меня здесь вообще, в принципе, есть в гараже, то я вам могу показать, что здесь вот этот замечательный хорнета-шафт имеется. Имеется у нас один единственный дрон-защитник, который прокачан уже полноценно на 11 шагов, ну, и единственное, что здесь нужно на аккаунте, так это, конечно же, резисты, которых, к сожалению, на данный период времени на аккаунте просто нет. Поэтому копим кристаллы, фармим, фермим и в дальнейшем, я думаю, что приобретаем уже замечательные резисты к такому замечательному, хорошему, нагибаторскому хорнету-шафту. У меня, друзья, на этом сегодня все. Поддерживайте данный видеоролик лайком. Если вы ждете новых видеороликов по этому замечательному аккаунту и хотите, чтобы в ближайшее время вышел, например, игровой видеоролик, посвященный хорнету-шафту, то обязательно поддерживайте данный видеоролик лайком, подписочкой на канал, 150 лайкозавров набирается на этом видеоролике. Ну и я, конечно же, для себя понимаю, что надо быстро-быстро заряжать игровой видеоролик по хорнету-шафту. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.